Всем привет дорогие друзья, я продолжаю вас знакомить с атлетами и сегодня в выпуске всеми любимое и несравненное мисс очарование Сара Сигмундсдотер. Сара является пятикратной участницей кроссфит игр с двумя финишами на подиуме. Она уроженка Исландии, которая впервые сделала себе имя, заняв третье место по миру в этапе Open 2015 года. После она побеждает в региональных соревнованиях, опередив нескольких именитых спортсменок, включая Энни Торисдотер, в своем же дебютном выступлении на играх Сара продолжала шокировать и удивлять, почти выиграв титул, но неудача в финальном задании того года отодвинули ее на третье место. Идентичное выступление было и в 2016 году, Сара занимает четвертое место в Open'ах, снова выигрывает региональный отбор, а после уже занимает знакомое ей третье место на играх. Всю свою юность она потратила на поиски себя в спорте, занимаясь всем, чем только можно. Это художественная и спортивная гимнастика, плавание, легкая атлетика, даже пляжный бодибилдинг и многое другое. Вообще, первый поход в тренажерный зал Сары сопровождался естественным желанием для девушки улучшить свои формы. Несмотря на все достижения в спорте на тот момент и хорошую физическую подготовку, Сара всегда считала себя толстой. Думаю, многие из вас встречались с такой типичной ситуацией в жизни, когда девушка говорит что-то подобное, даже если это не является таковым. В кроссфит же она попадает совершенно случайно, испытав свои силы на местных соревнованиях в Исландии. До тех пор кроссфит видела только на ютубе и не понимала, что это такое. На удивление, Сара показывает хорошее выступление и занимает второе место. Там ее замечает один из тренеров и приглашает участвовать в этапе Open, на котором она, конечно, не показывает ничего запредельного. А вот уже в 2013 году становится 427-й по миру и едет на региональные, где занимает 39-е место. Тренируется Сара 2-3 раза в день, активно отдыхает по четвергам и воскресеньям. Программа состоит из разных этапов тренировок, которые обычно делятся на 6 недель каждой. Например, вначале ее внимание сосредоточено на выносливости, а уже на следующем этапе она фокусируется на силе, смешанной с тренировками высокой интенсивности. Что касается кардио, девушка много бегает, ездит на велосипеде и в целом занимается каждый день. В каждой тренировке она определяет цели и задачи и стремится к их выполнению. Как говорит Сара, для нее это лучшая мотивация, которая только может быть. Силовые атлетки довольно внушительные. Рывок 95 килограмм, взятие и толчок 112,5, становая тяга 165, приседания со штангой на спине 142 килограмма. На данный момент она весит около 70 килограмм при росте 173 сантиметра. В подъемах тяжелых весов для девушек не видит ничего страшного, а даже наоборот считает, что это делает человека сильнее не только физически, но и морально. Начинающим атлетам, которые хотят улучшить свои навыки и построить выносливость, Сара советует никогда не сдаваться, научиться получать удовольствие от тренировок и много бегать. А всем, кто только хочет начать заниматься кроссфитом, не бояться пробовать что-то новое. Лично ее первой тренировкой в жизни была Хелен. Сара отмечает, что подтягивалась строгими, так как не умела выполнять киппинг. Для тех, кто не в курсе, Хелен это 3 раунда на время, 400 метров бег, 21 мах гири, 12 подтягиваний, вес гири, 16 килограмм для девушек, 24 килограмма для парней. Музыку для тренировок предпочитает в зависимости от комплекса, это может быть абсолютно любой жанр, но если вам нужен заряд энергии, рекомендуют Black Sabbath и Metallica. На шуточный вопрос, какую бы вы хотели себе суперспособность, Сара отвечает, что хотела бы есть все, что попало и при этом не толстеть. Но так как реальность навязывает нам совсем другие правила, Саре приходится следить за питанием. В интенсивный тренировочный день она получает больше углеводов и жиров, разделяя свои макросы на 400 грамм углеводов, 85 грамм жира и 160 грамм белка. В обычный тренировочный день это число снижается до 325 грамм углеводов и 73 грамм жира. Белок при этом остается неизменным. Вот как примерно выглядит диета Сары. На завтрак она заряжается по полной. 130 грамм яичного белка, одно яйцо со шпинатом и болгарским перцем, банан, черника, клубника, финик, фундук, домашнее молоко плюс кешью и фруктовая каша. Перед тренировкой она выпивает чашку кофе, после тренировки растительный белок, замороженный банан, арахисовое масло и водный коктейль. Обед, чечевица с рисом, курицей и овощами. Второй прием пищи примерно точно такой же. А уже ближе к вечеру она съедает протеиновый батончик и зеленый виноград. Конечно же я не мог не отметить, что у Сары куча любимых читмил блюд. В этот день она по-настоящему любит экспериментировать. Например, иногда она может сделать так называемую гамбургер-пиццу. Вы берете две пиццы, кладете мясо гамбургера между ними, а затем получаете идеальный читмил. Сара советует каждый день начинать утро со стакана воды и глотка имбирного или яблочного уксуса. Также она старается выпивать 4 литра воды каждый день. Рекомендует не забывать про важность сна, сама же атлетка придерживается правила спать больше 7 часов за ночь и не прочь вздремнуть посреди дня. В планах у Сары быть конкурентоспособным атлетом как минимум еще от 3 до 5 лет. Это зависит от того, как справится с этим ее тело. После она хочет создать большую семью и параллельно получать образование. Считает, что у нее может получиться работать психологом и помогать людям в этой области. Вот пожалуй на этом и все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и обсуждать в комментариях этот выпуск, а также напишите кого бы вы хотели увидеть в следующем. Пока!